Беларусь, Навальный, Хабаровск. Протесты. По всей видимости, это главные темы этого странного ковидного политического сезона. Обсудим это с Андреем Колесниковым, эксперта центра Корнеги. Привет, Андрей. Привет. Ты недавно сказал по поводу протеста в Беларуси, что это вельветовая революция. Беларусы говорят «нежная революция». Все-таки прошло уже довольно много времени с момента выбора в Беларуси. Протест, этот нежный протест, вельветовый протест захлебывается. Лукашенко победил, Путин победил. Думаю, что нет. Даже если этот эпизод закончится, формально закончится победой Лукашенко, а значит Путина, они действуют сейчас в связке, это слишком заметно. Протест никуда не денется. Допустим, он начнет выдыхаться, через какое-то время рутинизироваться, но он вернется, пробудившееся общество уже не сможет заснуть снова. Поводы для протестов точно появятся. Какие мы не знаем, но Лукашенко и Путин на эти поводы дадут гражданскому обществу. Все, в Беларуси есть гражданское общество. Люди, ответственные за свою страну, люди, которые эту страну любят, люди, которые эту страну представляют, в конце концов, не представляют своей жизни без нее. Страна другая стала. Буквально в ночь выборов. А не слишком ли много нежности в этом протесте? Ну, что делать? Вероятно, это национальная ментальность. Всегда, когда произносишь слово ментальность, кажется, что это иногда какие-то выдуманные представления о нации. Но в данном случае, действительно, мы видим существенное различие между революциями разного типа. Это явно не классическая цветная революция, которую боялась Россия во главе с Сырковым много-много лет. Это не Майдан. Никто ничего не ломает, не жжет, не разбивает. Чего очень ждет Путин, обуславливая этими явлениями вторжения российских войск или российской полиции, российского ОМОНа. Такой народ, очевидно, дисциплинированный, тихий, мирный, в этом смысле, наверное, восточноевропейский, такой немножечко напоминающий поляков и чехословаков времен как раз в Вильветовой революции. Но полякам и чехословакам повезло в том смысле, что им было с кем разговаривать и с ними шли на диалог. Здесь на диалог никто не идет и стоит просто стеной и не сдается. Совершенно другая ситуация в этом смысле. Кстати, почему ты все время говоришь «Вильветовая революция»? Мы привыкли говорить «бархатная». Ну, а это же название такое очень условное. «Вильвет», он же «бархат». Можно так, можно сяк. Главное, что вот этот типаж революции 89-го года и тот образец, который задала Польша и задала Чехословакия. Не совсем Румыния. В Румынии все было жестче, в Румынии все было более жестоко. В Румынии армия перешла на сторону народа и воевала с тайной полицией. Чем все закончилось, мы знаем. Да, но, судя по всему, вариант, который называется сейчас «Лукашевску», в Беларуси не проходит. Судя по всему, нет, потому что армия не подает признаков перехода на сторону того, что мы называем гражданским обществом, можно назвать народом. Поэтому, собственно, и зависла ситуация в этом межуумочном состоянии, когда люди выходят в гигантских объемах индустриальных на улицы, а Лукашенко не сдается и совершенно не собирается разговаривать. Ну, кстати, похожая ситуация была на Болотной в 2012 году, в 2011 и в 2012, когда нам всем казалось, что вот-вот автократ выйдет и начнет разговаривать, по крайней мере, а то и сдаст свои полномочия. Но ничего этого не произошло. Тогда он выдержал паузу, получил поддержку большинства народа на выборах, фальсифицированную, не сфальсифицированную, но поддержку довольно существенную, после чего почувствовал себя в праве давить этот протест. Лукашенко тоже чувствует себя в праве давить этот протест, хотя в какие-то минуты этой самой революции он выглядел человеком загнанным в угол, а потом вдруг снова обретал право свое и чувствовал себя гораздо увереннее. Ну, вот эти качели так и продолжаются. Да, но ты говоришь, что Белоруссия уже другая, гражданское общество проснулось. Если все-таки брать российские реалии 2011-2012 год, гражданское общество проснулось, мы все это знали твердо, но и прекрасно себе уснуло дальше. Уснуло. Тем не менее, следы-то остались, какие-то шрамы от операции, они существуют. Какие-то зарубцевались, какие-то не видны, но какие-то видны. Время от времени дают о себе знать. Все-таки были очень существенные выступления в Москве. А потом все-таки сам тип выступления гражданского общества, его пробуждение сильно изменился, конечно, с 2011-2012 года. То, что происходило в Шиесе, то, что происходило в Екатеринбурге, то, что происходило на горе Куштау в Башкортостане буквально недавно. То, что происходит в Хабаровске. Здесь нетрадиционный протест, и в этом сложность для расшифровки этого протеста Кремлем. Там выходят разные социальные слои. И, может быть, именно поэтому нет такого жесткого быстрого ответа. Правда, он был на горе Куштау, но потом кто-то развернул ситуацию и вывернул ее в свою пользу. В том смысле, что Путин оказался за народ, против частной компании, которая в целях наживы собиралась срыть эту замечательную гору и пошла против народа. Частный бизнес против народа, а государство защищает. Прекрасная совершенно конструкция. Очень выгодный Путину. Собственно, Лукашенко примерно с этого же и начал еще до выборов, когда стали выступать рестораторы против налогов, поборов и какой-то излишней бюрократии. Он сразу сказал про рестораторов, что вы буржуи, паразитируете на прекрасном народе, зажрались, поэтому ничего не будут помогать. По поводу Беларуси и Навального протесты 2011-2012 года дали старт именно уже политической карьере лидера протеста Алексея Навального. И, собственно, его яркую политическую биографию мы примерно с этого времени и отчитываем. И протесты, протесты в Башкирии, Хабаровск, Беларусь. И тут случается то, что случилось. Отравление Навального. Многие связывают это как раз с событиями в Беларуси. Это возможно? Да все возможно. Мы же не знаем толчка к этому отравлению. Мы не знаем, собственно, замысла. Мы даже не можем толком понять, собственно, месседж. Поэтому кто-то из нас говорит о том, что это, конечно, связано с региональными выборами, чтобы сломать умное голосование. Конечно, это связано с Белоруссией. Конечно, это связано с Хабаровском. А кто-то из нас говорит о том, что нет такой уж прямой связи. И время, и место выбранное сравнительно случайно. И повод может быть совершенно непознаваемый для нас. От какой-то мести за что-то конкретное, задевшую чью-то струну, до хорошо организованной операции, продуманной, запланированной заранее. Но так совпавшей с этими событиями от Беларуси до Хабаровска. Так что может быть абсолютно все. Но мне прежде всего кажется, что это, если сделано негосударственными, как это называется, акторами, то, скорее всего, это государственно-частное партнерство все-таки. Кто-то на аутсорсинге нанят, ну, как у нас теперь положено. Пригожин не имеет отношения к государству, но варит все на кремлевской кухне, самые разнообразные товары и продукты. Вагнеровцы тоже не имеют отношения к государству, частные лица, но в то же самое время выполняют важнейшие государственные задачи в отдаленных точках, которые, вероятно, этот режим хотел бы видеть зонами своего влияния. Так и здесь, возможно, кто-то, исполнитель из частного сектора, заказчик из государственного, какого уровня государства, какая часть этого государства, мы можем только догадываться. Ну, все-таки сложный яд, наверное, это все-таки имеет отношение к спецслужбам. Ну, в домашних условиях создать такого рода отравляющие вещества довольно сложно, хотя можно купить его, наверное, где-то. То есть, все возможно абсолютно, но лично мне кажется, что это не впрямую связано с вот этими событиями, да, а именно Хабаровск, Беларусь, региональные выборы. Но, в конце концов, в Хабаровске поднимались не навальнисты, а поднималось хабаровское общество гражданское. В Куштау тоже не было Навального, в Шиесе не было Навального. Даже московские протесты прошлого года – это не Навальный. В Беларуси – это тоже не Навальный. Поэтому, мне кажется, что это совершенно самостоятельная операция, не связанная с текущими событиями. Да, но ты сказал очень важную фразу, что мы не можем считать месседж. Тогда зачем, если мы не можем считать месседж? Это же тогда теряет какой-то смысл, да? Не делайте что, или это вам за что. То есть, тогда получается, что это устранение ради устранения? Ну, отсутствие единого месседжа не исключает возможности нескольких месседжей. И вот тогда они считываются довольно легко. С одной стороны, большой привет всем оппозиционерам. И как раз отравление Навального рифмуется в этом смысле с избиением Егора Жукова. Да. Очень похоже по типажу. Разные, естественно, наверное, исполнители и заказчики. Но цель-то одна – устрашить гражданского общества. Устрашить ту часть общества гражданского, которое становится уже политической оппозицией. Отвратить от участия в этой самой свободолюбивой активности. С другой стороны, можно прочитать в ситуации с Навальным чуть более такой технологичный месседж. Перед региональными выборами обезглавить оппозицию, чтобы она в регионах не занималась умным голосованием. Мне кажется, цель немножко мелковата. Крупная цель – обезглавить эту самую оппозицию. Все-таки в большей степени, когда мы говорим о протестах, мы говорим о гражданском обществе. Это разные люди без лидеров, поднимающиеся по разным поводам, в основном связанным с унижением человеческого достоинства в разных измерениях, от экологического до электорального. А в случае Навального – это все-таки обезглавливание оппозиции. Он самый узнаваемый политик оппозиционный в стране. Сейчас, правда, таковым стал совершенно неожиданно для себя, наверное, Сергей Фургал. Короче говоря, политика – это Путин против Навального, Навального против Путина. От этого никуда не деться, неназываемый Волан-де-Морт Навальный для Кремля. И, соответственно, нет его, нет оппозиции. Андрей, а почему не происходит взрыва народного возмущения по поводу отравления Навального, да и, собственно, и избиения Егора Жукова? Общим местом уже как-то стало, да, что Егор Жуков – это молодой Навальный? Даже похоже внешне. Тяжелый вопрос. Есть какая-то усталость общества. Отчасти пандемия на это повлияла, в том числе активного общества, да, которое, кстати говоря, не сильно сопротивлялась и не сильно мобилизовывалась. Этот упрек адресовали Навальному тоже. Не сильно была озабочена обнулением Путина. Мол, уже ничего сделать нельзя, а потом выйдешь на улицу, нарушишь карантинный режим, тебя все равно скрутят. Ну, пикеты-то были, да, и это как бы новая технология. Есть кризис технологий, есть усталость, но нет даже организационных усилий по тому, чтобы вот как-то появился кто-то из лидеров, которые еще существуют. Не знаю, Кутков, Яшин, попытки обратиться к мэрии, да, назначить какой-нибудь день митинга. Ничего этого не происходит, потому что есть, наверное, какое-то ощущение от безысходности и невозможности пробиться через вот это море равнодушия, которое просто вот разлито в воздухе, по крайней мере, Москвы. Москвы не других мест. В Москве как-то все после всплеска 2019 года есть ощущение заболачивания вот самой территории. Тем же людям Навального сейчас тяжело, потому что их решил обанкротить Тач Пригожин. Там творятся тоже тяжелые вещи, но тоже вот можно было бы выйти в поддержку, я не знаю, какой-то, в том числе финансовый флешмоб устроить в пользу ФБК и команды Навального. Такого рода, кстати говоря, тихие меры предпринимаются в отношении мемориала. Мемориал штрафуют, народ понемножечку подкидывает денег, мемориал расплачивается. Очень важный акт гражданской солидарности. Но вот есть ощущение какого-то нахождения под водой, замедленных движений и ощущение какой-то безысходности. Нужно всплывать, а уже нет сил. Это очень тяжелое, конечно, состояние. И вот еще в этом состоянии обезглавливания позиции отравлением Навального, надо признать, очень сильный удар, под дых от которого еще, наверное, не оправились, как от шока. Но скажи, почему Кремль не настаивает, ну окей, пусть будет не Кремль, Генпрокуратура, Следственный комитет, на тщательном расследовании отравления Навального? Уж казалось бы, раз это случилось, пусть это была частая инициатива, давай это допустим. Но уж тем более надо стучать ножками и требовать установить проклятых отравителей. Мне кажется, что еще несколько лет назад они бы чего-нибудь такое изображали. По крайней мере, изображали бы активность, попытку возбудить уголовное дело, допустим. Ничем бы оно не закончилось, но допустим бы они его возбудили хотя бы. А сейчас, может, настолько все все равно. Настолько этот режим авторитарный потерял необходимость соблюдения какого-то политессы, хотя бы вот такого имитационного. Так же, как с малайзийским Боингом. Казалось бы, совершенно разные сюжеты, но поведение то же самое. Да мы-то здесь при чем? Вы что, с ума посходили? Это не мы. Большая трагедия – это они. А как Володин сказал, это же иностранная провокация-то. Вот и Боинг сбили украинцы. И Скрипалей отравили не Петров, а Баширов, а кто-нибудь другой. Но ведь Запад и это тоже проглотит, потому что такому коллективному Западу вполне привычно иметь дело с одним понятным Путином, понятным, предсказуемым, с ядерным чемоданчиком, что важно. Потому что в конце концов, если честно, Западу глубоко наплевать на внутренние проблемы гражданского общества в России. Пока есть у Путина ядерный чемоданчик, и он один, Путин, как раз Запад меньше всего заинтересован. Я не знаю, там, в развале России, потому что, опять же, ему совсем не хочется размножения ядерных чемоданчиков с непонятными людьми, с какими-нибудь там полубандитами или еще бог знает с кем, а как раз заинтересован в том, чтобы был старый добрый Путин, понятный. Ведь не будет же ничего, все равно ничего не будет. Даже после вот этого безобразного «докажите нам, что это мы отравили Навального». Ну да, пожалуй, что не будет, потому что Путин для Европы, для Соединенных Штатов, наверное, тоже, такая хрустальная ваза, и можно обложить всякими там санкциями, но уронить ее не очень хочется, потому что непонятны последствия, и что там с этим дальше делать, тоже непонятно. Отсюда все усилия Макрона, все усилия Меркель, возобновляющиеся, хотя она уже, по-моему, очень устала быть крупнейшим специалистом по Путину в мире. И этим специалистом как раз в период перевозки Навального из того места, где его отравили, в Германию. Большую роль в этом сыграл Сау Линейность, финский президент, который хорошо знает русскую душу, и очень технологично, вероятно, что-то такое сказал Путину. Не исключаю, что это была как бы последняя капля. Путину понравилось, наверное, что ему звонили. Всегда Кремль подчеркивает в своих пресс-релизах, разговор состоялся по инициативе французской стороны, американской стороны, немецкой стороны. Мы никогда не проявляем инициативу, потому что мы царь горы. Мы не сходим до того, чтобы взять трубку и кому-то там что-то звонить. Нам звонят. Позвонили, мы проявили милосердие. Кто-то отравил этого человека без имени. Ну, отравил, отравил, хорошо, вот, получите, не вопрос. А дальше-то что? Ну, вот, расскажите, расскажите, опять же, мне, что вы там нарыли. А есть что-то, что Запад не съест? Ну, вот, не дай бог, конечно, что-то с Навальным случится еще хуже, чем уже случилось. Это может стать, ну, совсем уж такой красно-черной линией, за которой уже дальше просто изгойство России полное. Да и то в этом нет особой уверенности. Ядерный чемоданчик серьезный аргумент, именно поэтому много лет назад, когда разваливался Советский Союз, и Европа, и Соединенные Штаты очень сильно поддерживали Горбачева. И очень не поддерживали Ельцина. Непонятного, непредсказуемого, и опять же, вот, ядерные дела. А сейчас, ну, придет, не знаю, демократическая волна, сметет Путина, и что? На этот ядерный чемоданчик начнет на нем играть, как на клавесине, что ли? Да нет, она, наверное, достаточно ответственно к этому отнесется. И что, начнет распадаться страна на Дальневосточную республику, на Северный федеральный округ, на что-то там еще? Да нет, регионы не особо рвутся на волю, потому что они все зависят от федерального бюджета. Особенно теперь, после того, как пронеслась волна пандемии, и нужно как-то и нормальный уровень долго держать, и кормить население своих провинций. И, в общем, конечно, с учетом унитарного бюджетного строительства нашего государства, регионам хочется вести себя смирно и получать деньги от Москвы. Но не так уж и смирно ведут себя регионы. Все-таки то, что происходит сейчас в Хабаровске, и мы видим, что, конечно, всяк знает теперь в России фамилию фургал, а то и сильно больше, чем в России. И таких фургалов, в общем, может быть произведено внезапно, как вот чертей с табакерок, много. Не уверен, что много. Четки фургалов. Пять-шесть – это много, да? Шесть – это, да, да, уже много. Но из них пока, чтобы сделать из фургала фургала, нужно его арестовать и получить неожиданно совершенно, ну, не ждали явно, да, что вот люди возьмут и встанут. И вдруг все начинают думать, что вот он, настоящая-то альтернатива, вот она откуда проросла. А то, что у нее там, у этой альтернативы криминальное прошлое, ну, так у всех как-то там что-то рыло в таком пуху на наших верхах, что, ну, в общем, в чем проблема-то? Абсолютно ни в чем. Рутинизация протеста. То, что ты говорил о Беларуси, как о возможности рутинизации протеста. Почему в Хабаровске не происходит рутинизация протеста? И почему Хабаровск не раздавили так, как раздавили в прошлом году протест в Москве, например? Ну, на самом деле, пока еще рано говорить про рутинизацию в Беларуси. Все-таки, когда выходит такое количество людей, ну, ничего себе. И эти выходы весьма креативные и точны по вот этим слоганам, месседжам. На самом деле, это еще и карнавал такой. Очень привлекательный карнавал, который вообще должен стать такой инфекцией. Если бы было пободрее население в каких-то частях постсоветского пространства, оно просто брало бы пример с белорусов в этом смысле. Но и Хабаровский протест, в общем, не уступает белорусскому и в креативности, и в осмысленности. Хотя, когда все это повторяется много-много раз, много-много дней, ну, вот окей, пусть и ходят дальше. А мы будем на них смотреть. И вот он ответ Кремля. Кремль привык отвечать московскому продвинутому классу дубиной просто сразу. Вот такой вот какой-то уже конвенция возникла в плохом смысле этого слова. Вышел на улицу, получи. Ведь знаешь, что если бросишь стаканчик, все равно получишь. Будешь пробежку совершать, мы тебе ногу сломаем. А здесь не столица, не московская вот эта вся интеллигенция с хмылочкой своей. Нормальные наши люди, которые, в общем, наша социальная база, по идее. И вдруг сначала голосуют за Фургала. Ну, ладно. С Фургалом будем управлять методом разговоров с постпредом президента. Никуда от нас не денется. Там федеральный бюджет. Как рано можно открутить, закрутить. Арестовали, убрали. Люди выходят на улицу. Что с ними делать? Это же наши люди. Это же наши опоры. А если это перекинется на другие регионы? Ну, у нас есть противоядие. Давай три дня голосовать, значит. Хорошо, получим хорошие цифры. А вдруг из-за этих хороших цифр, как в Беларуси, люди выйдут на улицу, потому что поймут, что цифры слишком высоки, чтобы быть правдой. Вот как ни крути, везде какие-то могут быть проблемы. И никогда не знаешь, где полыхнет. Все-таки нежданчики все время возникают. И Хабаровск тоже был таким вот неожиданным сюжетом. Очень здорово ты сказал про нежданчики. 20-й год вообще, конечно, чемпион по нежданчикам. И хорошо, когда вот июль закончился, прекрасно было сказано, что закончилась первая полужопия 20-го года. Мы живем во втором полужопии, и она уже, собственно, дала о себе знать. Судя по всему, будет еще много чего. Я бы поставила бы на американский выбор, например, по каким-то нежданчикам. То есть победа Трампа, друг, ни с того ни с сего. Ну, например, например, то есть где еще, куда ты еще смотришь, как эксперт, откуда вылетит очередной нежданчик? Ну, ты знаешь, на то он и нежданчик, чтобы не ожидать его там, где он должен возникнуть. Ну, честно говоря, ну, какие географические точки нас сейчас могут так уж волновать? Вот, как казалось бы, там Южная Осетия, допустим, да. Вдруг возникает проблема с, опять же, арестом человека. Люди выходят на улицы, там правительство уходит в отставку. Вот, что там происходит, никто же не понимает, не знает. А это как бы вот в понимании Кремля, это наша территория. Это наша маленькая дружеская братская республика, еще одна, которую мы держим за свою. Я бы последил, конечно, за Донбассом, за Украиной в целом. Там что-то какое-то сейчас затишье. Они сами как-то вот такое ощущение забились в угол и наблюдают за тем, что происходит у них по соседству и чем все это закончится. И тишина такая вот. И тишина в информационном, по крайней мере, плане на Донбассе. А ведь что-то там должно развиваться. И, может быть, одна из причин, по которой Запад так вот аккуратно относится к Путину, им же продолжать еще минские договоренности и что-то там делать на востоке Украины. Опять Минск, минские договоренности. Слушай, но Путин же, в общем, может ввести войска в Беларусь, например. Может. Притом это такой неожиданный, ожидаемый нежданчик. Тогда просто всем пипец. Я извиняюсь, что другого слова просто не найду. Мы потеряем вообще добрые отношения. Белорусы пока до сих пор как-то все-таки нас любили. Вот потому и не вводят. Хотя был же отчаянный шаг присоединения Крыма. Он понимал, на что шел с точки зрения отношений с Западом. А Крым, наше сакральное место, понятно, не взять его в ней нельзя было. Это было бы странно. Вот такой порыв, плановый порыв, может быть, но порыв. И Крым наш. Беларусь-то, в общем, тоже нам родная. Вот в чем сложность ситуации. Да, но Запад съел и Крым, и Малайзийский Боинг, и отравление Навального, и Беларусь съест. Да, если не дай бог, все-таки в Кремле решат, что ну окей, они проглотят и это, и давай уже. Надоело вот это все, надо кончать. И введут войска, ну все отношения разорваны, мы автарки, мы совершенно изолированное государство, гигантское государство, которое является фейлэт стейт, или там рок стейт, с которым никто из нормальных лидеров уже не имеет никаких отношений, даже каких-то тайных каналов. Но поэтому-то, в общем, они вводят эти самые войска и, в принципе, прагматичнее ждать, когда там батька сам немножко разберется, подуспокоится ситуация с протестами, последим за ситуацией. Потом начнем медленно кушать Беларусь экономически, потом медленно пытаться посадить своего. Сейчас своего явно нету, но мне некем ходить, нет фигуры, которым можно ходить на этом шахматном поле, поэтому поддерживает Лукашенко. У меня наивный детский вопрос. Понятно, что ты внутренне на меня цыкнешь зубом, я бы так сделала, но тем не менее. А что будет после Путина? Рано или поздно он же закончится. Что будет после? Мы недавно как раз задали этот вопрос трудящимся, вместе с Левадо-центром провели несколько фокус-групп. Народ затрудняется с ответом. Во-первых, народ не очень понимает, что такое после Путина. Кажется, что этого не будет никогда в пределах нормальной человеческой жизни. Во-вторых, трудящиеся считают, что будет кто-то похожий на него. А каким способом, спрашивают социологи в ходе фокус-группы, будет меняться ли эта власть? Путин выберет, наверное, себе преемника, вырастет его, выставит на выборы, он победит. Путин спокойно отойдет в сторонку уже в 80-летнем возрасте, условно говоря. Этот преемник более-менее продолжит его политику, а может не продолжит. Ну, вот как-то так. Революция? Да вряд ли. Говорит народ. Это трудящиеся, это говорят трудящиеся. А ты что думаешь? Да? Вот вопрос, почти уже ставший классическим для обсуждения. Переживет ли путинизм Путина? Как переживет ли франкизм и Франко? Не пережил. Но там был механизм и страстное желание все-таки уже уйти от этого франкизма. Я думаю, что чем дольше сидит Путин, тем больше желания очень у многих уйти от путинизма тоже. Вот у нас не было как бы таких прецедентов. Вот умер Сталин, ну и буквально овернайт стали уходить от сталинизма. Даже ближайшие вот эти три соратника, которые стали грызть друг друга и вырывать друг друга клочья власти. Тот же Маленков, тот же Берия и тот же Хрущев стали соревноваться в таких уже даже заметных либерализационных ходах с самой первой недели после смерти тирана. Как-то сразу полегчало. То есть вот неизбежным образом уход Путина будет менять ситуацию в стране и, мне кажется, в лучшую сторону. При Путине оно все равно будет зацементировано. Если болото будет двигаться, то только вот в рамках, собственно, болотных колебаний, болотной физики, не широко. Приятно помечтать о светлом будущем, где есть выборы и какое-то движение. Это был Андрей Колесников, эксперт Центра Карнеги. Андрей, спасибо за новое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.